Коммунальный ресурс, используемый в целях содержания общего имущества, так теперь будут называться бывшие графы по оплате УДН. Согласно постановлению правительства России, с платежей за коммунальные услуги в жилищные УДН должны были перевести еще в январе, а в регионах рассчитать новые нормативы. Но казанцы пока будут платить по старым. Платежки с новыми тарифами придут к ним после 1 июля. Именно до этого срока Государственный комитет по тарифам совместно с Минстроем Татарстана и должны разработать новые тарифы. Не исключено, что они были чуть выше, чем ныне существующие на общем фоне удорожания платы за ЖКХ. Раньше управляющая компания утечку холодной или горячей воды из-за гнилых труб в подвалах могла легко списать за счет жильцов дома. С 1 июля плата за УДН будет строго фиксирована и для всех жильцов одного дома одинаковая, но может быть различной в двух соседних домах, потому как рассчитываться будет с учетом квадратных метров общей домовой площади. Если в результате того, что кто-то, допустим, в подвальном помещении сидят арендаторы и занимают какие-то помещения, это уже не полностью площадь подвала должна браться. Если кто-то наличные клетки отгородил какой-то, это законно и проведено общим собранием, что это уже не относится к местам общего пользования, это тоже должно быть исключено. Непонятно, пока остается ситуация с домами, где плата за УДН вообще нулевая, потому как жильцы вовремя подают показания своих счетчиков, а жилищники строго контролируют внутридомовые расходы. Теперь они, несмотря на то, что их нет как таковых, они появятся в виде норматива и будут добавлены к жилищным услугам. Напомним, в УДН входит уборка, освещение и отопление подъездов, полив газонов, а еще работа лифтов, домофонов и прочего общедомового оборудования. Откровенно говоря, мы не совсем согласны с этой методикой. Наша методика, которой мы пользовались, она была стимулирующей для ответственных квартиросъемщиков, для собственников жилья с точки зрения установки квартирных приборов учета, для того, чтобы навести порядок в целом доме. Новая формула расчета УДН должна усилить ответственность управляющих компаний, заявили на брифинге. Жилищники теперь активнее будут бороться с теми, кто подкручивает электросчетчики или вовремя не подает их показания. Но вот как будут определять тариф УДН по канализации, будет и такой, спикер пока в замешательстве. Я буду вынужден выпускать распоряжение исполнительного комитета, прописав там какие-то цифры, какие-то параметры. Но каким образом объяснить людям, а сегодня люди разбирающиеся, слава богу, в этих вопросах, как мы будем канализацию использовать на общедомовые нужды, у меня в голове не укладывается. В центре ЖКХ «Контроль» считают, что новая система расчета УДН вызовет шквал звонков и обращений казанцев. В прошлом году к специалистам центра обратилось более 16 тысяч горожан, недовольных расчетами этой услуги. Елена Горбунчик, Марат Зайдулин, Телеканал Эфир.